Олег Васильевич Захарченко из той категории людей, у которых не пропадает из дома ни одна бумажка. Фотографии, документы, письма, все бережно хранится. И теперь легко и просто воссоздать картину прошлого. Когда его отец Василий Федорович ушел на фронт, сыну едва исполнился год. И, конечно, его он совсем не помнит, но это не помешало хранить память об отце, который погиб в 43-м в Новгородской области. Олег Васильевич нашел его могилу благодаря архиву Министерства обороны спустя много лет, в 1977 году. Вместе с семьей был там уже несколько раз и по письмам отца восстановил весь его боевой путь. Когда началась операция по уничтожению Демьянского котла, это в Новгородской области, бывшей Ленинградской области, Демьянский выступ был. Вот в это время его и убили. То есть его тяжело ранили, и он скончался от тяжелых ран. Сначала семья получила вот такое письменное сообщение от бойца подразделения с просьбой больше не писать письма и не отправлять фотографии детей Захарченко. А позже уже пришла похоронка. Мать Олега Васильевича сохранила для двух сыновей все военные письма. Участвовал в одной операции. Встретился с немцем глаз на глаз. Из пистолета застрелил трех штук мерзавцев. В общем, работа почетная, но и опасная. Обо мне не беспокойтесь. Если погибну, то по-геройски. Теперь уж не страшно и не обидно. Пытается Захарченко и узнать подробности партизанской деятельности своего деда, пропавшего в годы Великой Отечественной войны без вести в Черниговской области. Сам Олег Васильевич в память об отце и дедушке стал военным. 30 лет служил военным топографом. Завершил карьеру в звании подполковника. И в 89-м году вернулся в Сочи на родину, где в годы войны слышал сигналы воздушной тревоги и прятался от налетов немецкой авиации. Мы прятались, кроме этого, во дворе, там у нас, значит, была вырыта перекрытая щель. То есть, значит, это траншея с выходами в одну и другую сторону. А сверху, значит, бревна и накат. Накат бревна и землей присыпан. Вот туда прятались. Это я тоже помню. Олег Васильевич очень любит свой родной город и сейчас вместе с обществом Дети войны добивается, чтобы Сочи официально получил звание либо город-госпиталь, либо город-медицинской славы. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.